Огромный привет всем тем, кто меня смотрит. Я сегодня решила записать видео про ошибки в поведении мужчин. Я уже как-то записывала видео про ошибки в поведении женщин. Решила, почему бы мне не снять аналогичное видео для мужчин. Если вам эта тема интересна, то продолжайте смотреть это видео. Сразу говорю, что скорее это будут такие ошибки уже во время отношений. То есть не когда отношения только завязываются или в период знакомства, или в период, когда вы хотите понравиться девушке и вы еще с ней не встречаетесь. А я сейчас расскажу конкретно про ошибки, которые мужчины допускают уже будучи в отношениях или даже уже в семейных отношениях. Если вам интересна тема, а какие ошибки мужчины допускают во время знакомств, то я тогда сниму отдельное видео. Поставьте лайк и напишите в комментариях, что вы бы хотели об этом услышать. Ошибка номер один — это не проявление какой-то заботы и эгоизм в чем-то. На самом деле многие девушки и женщины ищут в парне, в мужчине защиту, заботу, когда о них беспокоятся, когда переживают за них, когда их обвекают в чем-то. И мне кажется, с возрастом, когда женщина становится старше, именно вот эта вот черта в мужчине, когда он очень заботливый, внимательный и не думает только о себе, а думает и о своей женщине. Мне кажется, проявление именно такого качества дает кучу бонусов любому мужчине. Ошибка номер два — это жадность. Причем жадность эта может проявляться с точки зрения финансовой, так и с точки зрения эмоциональной. Если говорить про эмоциональную жадность, это скупость на комплименты, скупость на какие-то теплые слова. Девушки любят ушами, поэтому нужно не забывать о том, чтобы каждый день говорить какие-то приятные для нее вещи. Если говорить про скупость в финансовом плане, то жадных мужчин, мне кажется, не любит ни одна девушка. Если они, скажем так, не нужно покупать каких-то грандиозных подарков, но были у меня в жизни такие примеры мужчин. Один мужчина, грубо говоря, у него было достаточно денег, но при этом он абсолютно не тратился на своих девушек, на своих женщин. А другой мужчина, допустим, зарабатывал в 10 раз меньше, но при этом он последние деньги тратил, чтобы порадовать как-то свою избранницу, подарить ей, не знаю, шоколадку, букет цветов. И если вы в какой-то степени жадный мужчина, то женщины будут от вас отворачиваться. И мне кажется, стоит проявлять вот эту вот щедрость по отношению к женщинам. Она вам в 10 раз вернется, когда вы проявите какую-то щедрость. Женщина вам потом, я уверена, одарит вас огромной заботой, вниманием, и вы получите намного больше, чем вам кажется. Третья ошибка в поведении. Я ее назвала «не поддержит, не спасет, не выручит». Девушки любят героев. Девушки любят, когда есть на кого положиться. И очень притягивают те мужчины, которым можно позвонить в любой момент, и они вас выручат. То есть вы едете где-то, у вас там колесо пробило. Вы знаете, что вот я вот этому парню позвоню, он приедет, отложит все дела и поможет мне. Или там что-то мне нужно срочно порешать. Я ему позвоню, он подключит 10 своих знакомых и меня спасет. И такие мужчины, они вот часто из разряда «друг» переходят в разряд «парень» или «муж». Потому что женщина с такими мужчинами чувствует себя защищенно. И если вы хотите понравиться девушке, то, мне кажется, нужно проявлять вот эти героические поступки в себе, суметь ее выручить. Неважно, это какая-то ерунда, вызвать такси где-то во время что-то подъехать, помести, поддержать или что-то более глобальное. Вы просто должны в ее глазах быть вот таким вот мастером, разруливать все дела. Следующая ошибка в поведении мужчин, это когда они безинициативные и пассивные. Например, привожу случай, это когда вы хотите, допустим, куда-то сходить в какое-то кафе или в какое-то кино. Вы постоянно звоните своему молодому человеку и говорите «ну что, пойдем?» Он говорит «ну, решай сама, мне все равно, пойдем, не важно куда». Вы все перекладываете на нее. То есть вы не проявляете инициативу, вы ни за что не хотите отвечать, вам нравится все, что там происходит, и вы согласны на все. Девушки очень любят, когда мужчина сам принимает решение, когда он проявляет инициативу. И даже когда вы уже находитесь в отношениях, эта инициатива, она проявляется, мне кажется, каждый день. То есть она проявляется в мелочах. Вы принимаете решение, куда поехать летом, куда сходить, а что купить, а там, не знаю, что заказать в кафе. Даже вот такие вот мелочи, когда вы сидите, и я не знаю, что заказать. Ну, закажи что-нибудь на свое усмотрение. И, конечно, это не всех, скажем так, отталкивает, но многим хочется, чтобы мужчина имел свое мнение, а не только полагался на мнение девушки. Пятая ошибка в поведении мужчин — это нет каких-то амбиций, нет уверенности в себе. Мне кажется, это очень большой такой вот минус, который ведет очень часто к каким-то разрывам, разводам, когда у мужчины нет планов на будущее. Он считает, что, ну, вот он такой и нормально, раздуваться дальше не нужно, планов каких-то строить не нужно, вот зарабатываю я сейчас столько, и мне этого достаточно, я не хочу дальше ничего придумывать. И такие мужчины, на самом деле, быстро, к ним быстро теряется интерес у женщин, они начинают общаться с более такими активными, амбициозными, энергичными, у которых куча планов, и они их вдохновляют, а тот мужчина, который сидит дома, и ни к чему не стремится быстро, у них быстро попадает в него интерес. Следующая ошибка в поведении мужчин — это когда вы бабник. И тут уже, мне кажется, согласятся со мной очень многие девушки, мало какой девушке понравится, что ее мужчина постоянно засматривается на других девушек, постоянно там где-то листает картинки в интернете, рассматривает их, где-то там кокетничает с каждой проходящей девушкой, оглядывается, когда кто-то мимо проходит. Поэтому мне кажется, что если вы уже выбрали свою одну единственную, если вы уже с ней завязали отношения, то как-то нужно перебороть себя и все-таки показать девушке, что вас уже никто не интересует. И девушки любят уверенных в себе парней, а не тех, кто сами бегают за девчонками. Вот, допустим, идет какой-то мужчина, вокруг проходит куча красоток, а он на них не смотрит. Такой мужчине понравится намного больше, чем мужчина, который постоянно оглядывается и готов с каждой познакомиться. И поэтому, если вы бабник, то рекомендую вам все-таки эту черту в себе немножечко вытеснять в сторону мужчины достойного, за которого еще нужно побороться. Следующая ошибка в поведении — это ревнивый мужчина. И если вы действительно с ним находитесь в отношениях и вам кажется, что «Ой, круто, он меня ревнует, значит, он меня любит», то, поверьте мне, ревность хороша в меру. То есть действительно, когда парень ревнует, это немножечко приятно, но зачастую ревнивцы, они очень, скажем так, держат у своих женщин в напряжении, потому что они постоянно узнают, куда она пошла, кому она позвонила, а что это за парень у нее там в соцсети написал, а кто это позвонил, а куда ты завтра пойдешь, а что-то ты там ему улыбнулась, или еще что-то. И быстро к таким мужчинам пропадает интерес, потому что кажется, что он вам не доверяет, а вы даже поводов, может быть, не даете, да. И обычно женщинам кажется, что вы такие вот чересчур сильные ревнивцы, и они просто не уверены в себе. А мужчина, который, ну не то чтобы совсем не ревнует, но ревнует так в меру, он кажется более таким уверенным, и такие мужчины больше женщин притягивают. Ну и последний пункт, я затрону все-таки внешность. Конечно, для мужчин внешность далеко не главная, и я считаю, что в молодом возрасте девушки обращают внимание на внешность, а уже чуть постарше их интересуют больше вот мужчины с теми качествами, о которых я говорила выше, то есть чтобы он был надежный, чтобы он был уверенный, эмбициозный, интересная личность, чтобы была, а внешность уходит уже на какой-то десятый план. Но есть, конечно, такие моменты, которые оттолкнут девушку. Вот, например, вы начали встречаться, и вы совершенно не следите за собой, и вы там поправляетесь быстро, вы не ходите в спортзал, вы не следите за своим питанием, вы там как-то ведете нездоровый образ жизни, ходите там в грязных носках и не моете голову. Конечно, девушкам такие парни нравятся меньше, чем ухоженные, которые ходят там в бабашечках, наглаженные, с хорошей стрижкой, аккуратные, поэтому мне кажется, что не важно, какая у вас внешность, важно то, как вы себя преподносите, и насколько, скажем так, вы выглядите визуально, настолько вы себя чувствуете, и вас девушки, скажем так, воспринимают таким. То есть вы, может, не зарабатываете там кучу денег, но вы одеты так, что девушка на вас взглянет и подумает, что вы какой-то вот супер амбициозный, супер интересный и успешный молодой человек. На этом я буду заканчивать. Это были пункты, которые я вспомнила, может быть, я что-то забыла. Если да, то напишите мне в комментариях, какие моменты отталкивают в мужчинах вас. Мне будет интересно почитать. Если видео вам понравилось, буду рада вашим лайкам. А мы с вами встретимся в следующих выпусках. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok